Добро пожаловать на канал и на очередную прогулку по удивительному городу Стамбулу. В 7 веке до н.э. на этом месте был греческий город Византий. В начале 4 века н.э. римский император Константин перенес сюда столицу Римской империи, ее стали называть Константинополь. После завоевания города османами в официальных документах название города не изменилось. Для новых хозяев древний город остался Константинополем. Лишь в 1930 году его переименовали в современное название Стамбул. 1600 лет это был Константинополь, и вот уже 94 года это Стамбул. Продолжаю открывать тайны османского дворца Топкапы, бывшей резиденции правителей Великой Порты. Павильон, в который мы сегодня зайдем, называется Павильон священных реликвий. Еще его называют Хас-Ода, личные комнаты султана. Здесь хранятся с начала 16 века одни из самых ценнейших реликвий ислама, в том числе священная мантия пророка Мухаммеда, мечи и личные вещи его самых близких сподвижников и друзей. Собирать святые реликвии начал еще Фатих-завоеватель. Он хотел, чтобы его считали не только османским султаном, но и римским императором. Ведь именно он завоевал легендарную столицу римлян и навсегда вошел в Константинополь. Фатих с почтением относился к священным реликвиям христианского мира, которые все еще оставались в городе. Такой реликвией является часть руки и черепа Иоанна Крестителя, который он крестил Иисуса Христа. Эта христианская реликвия сегодня хранится во дворце Топкапы. А вот реликвии мусульманского мира впервые привез в Стамбул отец Сулеймана Султан Селим. В архиве дворца сохранилась история, с чего все началось. Однажды Султан Селим увидел странный сон, в котором к нему пришли четыре старца и велели готовиться на службу к пророку Мухаммеду. Старцы сказали, как только Хасан увидит такой же сон, отправляйся в поход. Селим несколько ночей не мог заснуть и каждое утро вызывал к себе своего Садразама Хасана в надежде услышать нужный сон. Но бедный Хасан не понимал, чего от него хочет грозный Султан. Сон ему не снился и рассказывать было нечего. Селим злился не на шутку. Подданные знали вспыльчивый нрав Султана и Хасан уже прощался с жизнью. Но в одно утро по дворцу прошел слух, что стражник у ворот увидел очень странный сон, в котором к нему пришли четыре праведных халифа и велели передать Султану, что пророк Мухаммед ждет его на службу. Садразам Хасан облегченно вздохнул и срочно привел стражника, которого тоже звали Хасан, к Селиму. Наконец-то Султан услышал то, что ждал несколько дней и ночей. Срочно собрал стотысячное войско и отправился в свой самый важный поход, изменивший ход истории. Из этого похода Селим привез в Стамбул в эти палаты первые реликвии, принадлежащие пророку Мухаммеду. А его потомки получили право называться халифами всего исламского мира. Следующие Султаны также старались приобрести для дворца священные реликвии. Особенно много вещей, принадлежавших пророку Мухаммеду и его верным сподвижникам, было приобретено в XIX веке. Некоторые турецкие историки утверждают, что в те времена продажа реликвий приобрела коммерческий интерес. Халиф всего исламского мира, конечно же, в те времена не мог проверить их на подлинность, но отказаться от покупки тоже не мог. Исламский мир не одобрил бы такого неуважения. Если какой-то арабский продавец уверял, что это волос пророка Мухаммеда или меч его соратника, или это кран VII века, Султан обязан был приобрести реликвию, сколько бы золота за нее не просили. Этим и пользовались аферисты тех времен. Впервые за всю историю работы дворца Топ-Копы нам разрешили зайти в спальню султана. Сегодня покажу место, где проводили свободное время правители империи, покажу, где и на чем спали, и что хранилось в их спальне рядом с ложем. Захожу в комнату, где находилась спальня самого султана Сулеймана, его отца, деда и сына Селима. До крайней реставрации вход сюда был закрыт. Рассмотреть спальню и ложи Сулеймана можно было лишь издали в слегка приоткрытую дверь. Снимать в павильоне священных реликвий было строго запрещено. Охрана следила за тем, чтобы никто не включал телефоны, могли даже вывести отсюда тех, кто нарушал это правило. Интересно, что, например, в Гареме, куда потом переехали султаны из этих комнат, съемки были всегда разрешены. А в покоях, где хранятся священные вещи пророка Мухаммеда, много лет никто не мог фотографировать и снимать. Сегодня ограничения сняты, и можно увидеть, где жили первые пять султанов, правящих в Стамбуле. Здесь всегда очень много туристов и паломников. Сложно даже передвигаться по комнатам. Я снимаю, когда никого нет, и это еще одна уникальная возможность все хорошенько рассмотреть. Спальня находится в углу павильона, который имеет форму латинской буквы L. В комнате два входа, которые 24 часа охранялись верными слугами из дворцовой школы Эндерун. 39 учеников, которые за годы учебы отличились верностью, стараниями, способностями, жили здесь рядом со своим султаном. Это были лучшие из лучших, дошедшие до последнего, самого престижного седьмого класса. День и ночь они охраняли покой, сон и жизнь Бадишаха. Он мог в этой небольшой угловой комнате с высоким куполом спокойно спать и быть уверенным, что дверь в его спальню надежно охраняют неподкупные слуги. Они никому не откроют дверь, даже если придется расстаться с жизнью. Спальня султана – самая маленькая в павильоне. Первые правители в Стамбуле вели достаточно скромный образ жизни. Несмотря на то, что их сокровищница была доверху наполнена золотом и драгоценными камнями, их повседневная жизнь проходила в этой скромной комнате. Небольшие пространства, к тому же, было легче обогревать в холодные зимы. Стены комнаты украшают редкие изразцы из нитской керамики и высокий расписной купол с окнами. В углу комнаты стоит большой трон в виде шатра или балдахина с резными дверьми. На ночь султан запирал их в целях безопасности. Это и есть то место, где спал великий Сулейман Великолепный, правящий Великой Портой 46 лет. Здесь спал его отец и дед, а также его сын от Хюррем Селим, когда стал султаном. На ночь слуги застилали этот трон мягкими матрасами, а утром сменяли их на удобные для сидения подушки. Таким образом, ночью этот балдахин служил кроватью, а днем троном, где султан сидел, скрестив по-турецки ноги. Наверняка он здесь рассуждал о жизни и строил планы своей огромной империи. Ел султан тоже в этой комнате, сидя на полу за низким столиком. Завоеватель Стамбула султан Фатих ввел правило, которое обязывало правителей империи есть в одиночестве за закрытыми дверьми. Слуги приносили сюда подносы с едой из дворцовой кухни, все блюда были запечатаны печатью главного повара. Затем ученик из этого класса срывал пломбу, пробовал еду и только после этого султан приступал к трапезе. Дворец Топ-Копы знает много историй отравлений. Ученики 7 класса, которые проживали в этом павильоне рядом со своим султаном и отвечали за его безопасность, рискуя жизнью, проверяли, нет ли в еде яда. Отступать отправил, любил великолепный султан Сулейман. Он частенько приглашал своего главного визиря и друга детства Ибрагима сюда на трапезу. Несмотря на то, что это спальня султана, женщин здесь никогда не было. Чтобы встретиться с матерью или провести ночь с наложницей, султан шел в гарем. Слуги оповещали жительниц гарема, что придет султан. Подготавливалась комната, где он проводил время с женой или наложницей. Но спать султан обязан был в этой спальне и тоже в одиночестве. Ни одна жена не оставалась на ночь в ложе султана. Даже хюрем султан не имела возможности оставаться на всю ночь со своим любимым султаном Сулейманом. Начиная с XVI века здесь хранятся личные вещи пророка Мухаммеда. Над дверьми висят надписи «Приветствие пророку». Заходили сюда с особым почтением, как будто здесь находятся не просто вещи, принадлежащие пророку, а сам пророк Мухаммед. По периметру красивая каллиграфия сура из Корана. На стенах с четырех сторон висят большие позолоченные рамки с черной тканью. Это покрывало из мусульманской святыни Каабы. Кааба покрыта покрывалом кисвой, который каждый год снимают, а святыню заворачивают в новую материю. Снятая ткань разрезается на кусочки и раздается важным людям, музеям и организациям. Когда османские султаны были халифами всего исламского мира, формально владели ключами от Каабы и заботились о святыне, снятая покрывало отправлялась каждый год в Стамбул, во дворец, где султан сам лично решал, кому подарить кусочек священной ткани. Ею завещали покрывать тело во время отпевания в мечети и даже клали в надгробный саркофаг. Четыре кусочка священной материи из Каабы висят с четырех сторон в спальне султана, символизируя значимость и святость места, где жил султан и незримо присутствовал пророк Мухаммед и Аллах. Османы верили, что именно с помощью пророка Мухаммеда и воли Аллаха османское государство стало самым великим в Европе и Азии на много столетий. Эта комната была самым личным и сокровенным местом во всем дворце. Здесь проходили будни султана, здесь же обсуждались самые деликатные вопросы. Решалась судьба империи, государств и отдельных личностей. Здесь Сулейман бессонными ночами под светом луны, сочившимся из окон купола, принимал тяжелое для себя решение о казни любимого визиря Ибрагима. Именно здесь Ибрагим ужинал в последний раз перед тем, как его задушили в соседней комнате. Тот из сыновей, кто первый оказывался в этой комнате после смерти действующего правителя, становился главой мусульман и правителем Османской империи. Здесь же они умирали, их тело омывали рядом с этой комнатой, отсюда выносили усопшего султана. Даже когда султаны покинули эти покои, а позже и дворец Топ-Копыт, это место не перестало быть своего рода мусульманской святыней. На троне султана стоит золотой сундук. В нем хранилась мантия пророка Мухаммеда. Ее заворачивали в дорогую шелковую парчу, складывали пополам и помещали в золотой сундук, который стоял в углу трона. Раз в год мантию пророка вынимали из сундука для проведения церемонии. Комнаты в павильоне и священные реликвии аккуратно убирали, чистили от пыли, которую выносили в специальный колодец. Даже пыль из этой комнаты была не просто пылью, наступать на нее считалось проявлением неуважения к реликвиям. Представить, что здесь творились какие-то непристойные вещи, о которых так любили писать европейские писатели, сложно. Личные комнаты султана во дворце Топ-Капы называют домом халифата, поскольку здесь хранятся главные реликвии исламского мира. Интересно, что султан Сулейман, который правил рекордно длинный срок, 46 лет, вдоволь насладиться священными комнатами не успел, так как много времени проводил в военных походах. Умер он тоже вдали отсюда, а вот первым султаном, который скончался на этом ложе в этой хас-одде, был его сын Селим, которого впоследствии станут называть пьяницей. Где употреблял горячительные напитки Селим, неизвестно, и употреблял ли вообще тоже не совсем ясно. Но то, что делать это в этом месте было невозможно, достоверный факт. Никто не мог рядом с мантией пророка Мухаммеда делать то, что не одобрили бы подданные из уважения к своей вере. В спальне хранятся еще два сундука. В один клали плащ пророка, в черный – знамя пророка. Знамя пророка сохранилось плохо. Еще в те времена от него остались лишь лоскутки. Поэтому, отправляясь в военный поход, и плащ пророка, и знамя клали в сундуки. Османы верили, что армия под знаменем и плащом посланника Аллаха непобедима. Верхом на коне впереди войска ехал султан, держа высоко над головой сундук со знаменем пророка. Это придавало воинам уверенность в том, что они руководимы самим Аллахом, а значит, нет такой силы, которая может их остановить. Вплоть до XVII века воины османского султана наводили ужас в Европе и Азии. Города и государства сдавались без боя. Проходим в соседнюю комнату, которая называется Арсхане. Здесь султан проводил закрытые заседания и переговоры с важными государственными чиновниками и духовными лицами. Эту комнату можно назвать рабочим кабинетом султана. Сюда он на беседу приглашал своих сыновей, которые до 14-16 лет проживали с матерью в Гареме. Беседуя с сыновьями, правитель присматривался, кто из многочисленных наследников более всего подходит на место правителя империи после его смерти. Сегодня в этой комнате хранятся вещи, принадлежащие пророку Мухаммеду. Волосы, мечи, обувь, письма и печать. После реставрации руководство дворца удобно разделило экспонаты. В зале с фонтаном хранятся предметы из Мекки и Каабы. Там же читается Коран 24 часа 7 дней в неделю. В комнате слева реликвии из Ветхого и Нового Завета. А в этой комнате хранятся вещи пророка Мухаммеда. Чаша, из которой в городе Медини во время своего путешествия пил воду пророк Мухаммед. Диаметр чаши 20 сантиметров, высота 8 сантиметров. За увеличительным стеклом печать пророка Мухаммеда. Считается, что это копия печати, которую пророк использовал на нескольких письмах, посланных иностранным сановникам. На печати надпись «Мухаммед – посланник Аллаха». Оригинал был утерян в колодце в городе Медини с зятем Мухаммеда халифом Усманом. Эту копию изготовил халиф Усман, а привез ее в Стамбул султан Сулейман. Небольшие шкатулки из драгоценного металла, в которых хранятся волосы из бороды пророка Мухаммеда. У пророка были длинные черные волосы и даже в преклонном возрасте почти не было седины. По легенде, после смерти пророка его цирюльник отрезал часть бороды и сохранил. Сегодня в Стамбуле хранятся 422 волоса из бороды пророка Мухаммеда. Их называют «соколы-шериф». Здесь представлены два меча и один лук пророка Мухаммеда. Считается, что у него было 9 мечей и 6 луков. Каждое оружие имело собственное имя. Меч с золотой рукоятью в форме двух змей инкрустирован бирюзой и изумрудами. Это самый старый меч. Он принадлежал отцу пророка Мухаммеда. Есть арабская надпись имени отца пророка. Длина меча 99 см. Еще один меч пророка. Он его использовал во время путешествий для самозащиты. Надпись на мече «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед его пророк». Впервые мечи и лук пророка Мухаммеда демонстрируются без ножен. Можно хорошо рассмотреть оружие 7 века. Золото и драгоценные камни на ножнах и рукоятиях были добавлены намного позже, во времена, когда османы стали халифами в 16-18 веке. Мечи пророка султаны использовали на торжественных церемониях как символ власти. Представить, что в 7 веке меч пророка украшала золото, изумруды и рубины невозможно. Пророк Мухаммед был против проявления роскоши. Сохранилась обувь пророка. Ее называют Нали-шериф, сделанная из гладкой и очень прочной кожи. Носок чуть приподнят, чтобы не рань пальцы ног. Однажды пророк хотел обуться, но неожиданно прилетела птица и схватила обувь. Оттуда упал большой скорпион. С тех пор пророк повелел всем вытряхивать обувь перед тем, как обуться. В этой зеленой бутылочке, которая не сохранилась в целом виде, хранилось немного воды, которой омыли тело пророка после смерти. Вода давно испарилась, от сосуда остались осколки, но его с большим уважением хранят во дворце. Сосуд, в котором хранится пыль из усыпальницы пророка Мухаммеда. Красивая золотая шкатулка, изготовленная османскими ювелирами в начале 17 века. В ней хранился кусок зуба пророка, который он потерял во время сражения. Еще одна золотая шкатулка, изготовленная в 17 веке османскими мастерами, специально для хранения волоса пророка Мухаммеда. След пророка Мухаммеда. Священные реликвии османские султаны хранили в дорогих шкатулках. След в золотой рамке – это копия. Оригинал когда-то был привезен в Стамбул, но пророк Мухаммед явился во сне султану, который привез след во дворец и велел ему вернуть святыню на место. Султан очень испугался, поспешно велел снять копию, поместить ее в золотую рамку, а оригинал вернуть на место. В коллекции хранятся письма пророка Мухаммеда. Писал он их вождям арабских племен и правителям соседних государств. Тексты написаны дружелюбным языком, в них он без уброс призывает к исламу. Пророк пишет «Я восхваляю Аллаха, который один, и некому больше поклоняться. Я подтверждаю, что нет Бога, кроме Аллаха». Некоторые письма приобрел султан Абдуль-Азиз в середине XIX века. Одно письмо было найдено в монастыре Синайского полуострова. В письме указывается на обязанность мусульман обеспечивать безопасность христиан. Письмо заверено печатью пророка Мухаммеда. Еще одна комната в павильоне священных реликвий. Она уже не такая помпезная, нет высокого расписного купола и плитки на стенах. Здесь, рядом с комнатами султана, проживали его верные ученики. В этой комнате выставлены вещи, принадлежавшие первым праведным халифам, верным сподвижникам и друзьям пророка Мухаммеда. Три меча Халида и Бн Валида по прозвищу Меч Аллаха. Он был самый известный сподвижник пророка Мухаммеда. Поначалу он был его врагом и сражался против мусульман. Впоследствии принял ислам и стал другом пророка. Это был очень смелый полководец, не проигравший ни одного сражения. Умер он в 50 лет от затяжной болезни и очень переживал, что Аллах не дал ему возможности умереть на поле боя с мечом в руках. Здесь мы видим четыре меча первых четырех праведных халифов исламского государства. Меч Умара и Бн Аль-Хаттаба – это второй халиф, стоявший во главе исламского государства после смерти пророка. Одна из его дочерей, Хавса, была женой пророка Мухаммеда. Рядом меч четвертого халифа исламского государства – Али и Бн Абу Талиба. Он был двоюродным братом, зятем и верным сподвижником пророка Мухаммеда. Еще один меч сподвижника пророка Мухаммеда – Усмана и Бн Афона. Это третий праведный халиф исламского государства и зять пророка. Именно при нем завершилось собрание письменного текста Корана в единую книгу. И меч первого праведного халифа исламского государства – Абу Бакра. Он был отцом жены пророка Мухаммеда Аиши. Один из первых экземпляров Корана – VII век. Их писали первые праведные халифы. Еще одна комната в павильоне священных реликвий. Здесь выставлены вещи близких родственников и сахабов пророка Мухаммеда – тех, кто сражался рядом с ним. Это мечи храбрых воинов ислама. Один из них – самый большой в коллекции. Так называемая рубашка-оберег. На такие рубашки наносили суры и аяты из Корана – имена Аллаха, пророков, четырех главных ангелов, печать пророка Мухаммеда, имя дочери пророка Фатимы и ее сыновей, магические символы, цифры и даже знаки зодиака. Такие рубашки изготавливали астрологи и каллиграфы. Особенно ценными рубашками, защищающие от болезни, сглаза, внезапной смерти, опасностей в пути, были те, которые когда-то принадлежали духовным лидерам ислама. На них, начиная примерно с XV века, стали наносить защитные надписи. Во времена пророка Мухаммеда такой традиции не было. Это появилось намного позже. Это рубашка-оберег дочки пророка Мухаммеда Фатимы. Защитные символы были нанесены намного позже. Носили ее женщины из семьи султана. В коллекции есть и кафтан дочери пророка, и ее небольшая шкатулочка, где Фатима хранила личные вещи. Любимая дочь пророка Мухаммеда является самой уважаемой из верующих, а также среди обитательниц рая. Она была похожа на своего отца внешне и во всех своих манерах и поведении. Именно Фатима, пережившая отца всего на полгода, является продолжателем рода пророка Мухаммеда. Фата, которой было прикрыто лицо дочки пророка Фатимы во время ее свадьбы. Церемония была достаточно скромной. Гостей угощали медовым щербетом, финиками и розовой водой. У Фатимы было пятеро детей, трое сыновей и две дочери. Двое из сыновей стали продолжателями рода посланника Аллаха. Некоторые исследователи-историки уверены, что среди реликвий, хранящихся во дворце Топ-Капы, есть подделки. Но проводить экспертизу никто не спешит, да и нет такой необходимости. Вещи, собранные султанами, навсегда останутся священными реликвиями. Миллионы верующих не перестанут сюда приезжать, чтобы выразить свое уважение вещам пророка. Культ реликвий был и остается неотъемлемой частью мусульманского и христианского мира.